Всем привет! Сегодня у нас упражнение 33 из большой серии упражнений на отработку Present Simple. Нам нужно заполнить данными словами, данными глаголами пропуски в предложениях на Present Simple. Упражнение 33. У нас есть список глаголов. Вот он. И нам нужно его поставить в предложение в правильной форме Present Simple. Нам нужно поставить глагол «Я пью кофе 3 раза в день». Давайте составим предложение. Подлежащее выражено местоимением «Я». А если у нас подлежащее выражено всеми местоимениями, кроме «he, she, it, on, 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 on», в утверждении, то есть в обычном предложении, мы используем глагол в первой форме. Она ездит в Нью-Йорк раз в год. Подлежащее нам с выраженным местоимением «she», она. Поэтому к первой форме глагола нам нужно добавить «s» или «is». Почему здесь мы добавляем «is»? Потому что у нас глагол, первая форма оканчивается на «o». Там мы видим «o», «go». Поэтому мы добавляем «is» и озвончаем «goes to New York». Мы говорим на итальянском и на английском языках. Подлежащее выражено местоимением «we» – «me», поэтому форма неизмена. Первая форма без изменений. Том и я, или я и Том, учимся, переходим в школу каждый день. Вернемся ко второму предложению. Здесь тоже можно было использовать глагол «she goes». Она ездит, летает, неважно, в Нью-Йорк. Но так как «go» мы использовали здесь, «go to school» – учиться, ходить в школу, то здесь мы используем глагол «fly» – «летать». И получим «she flies to New York once a year». Мой отец заканчивает работать и заканчивает работу в 7 часов вечером. Мой отец подразумевается «he», «on», поэтому к первой форме глагола добавляем окончание «s» или «s». Почему здесь «is»? Потому что мы говорили об этом уже, да, первая форма глагола оканчивается на «шипящее сочетание», а если у нас глагол оканчивается на «ш», «ч», «с», «ex», то мы добавляем и «s» в третьем соединственном числе «present simple» и озвончаем «finishes work». Мы играем в теннис каждый выходной. Мой друг любит старые фильмы. Мой друг может быть и «he», он может быть и «она», «she», поэтому добавляем к первой форме окончание «s». «the baby all the day» — ребенок плачет весь день. «the baby cries all the day» Мы тоже говорили уже об этом в предыдущих упражнениях. Почему же здесь край, плакать, меняется на «cries»? Потому что если у нас первая форма оканчивается на «y» и перед ним следует согласный звук, то при построении третьего лица одиннадцатого числа «present simple», то есть «he shit on and on», то мы «y» меняем на «i» и добавляем окончание «is». «cry cries». На этом сегодня все. В следующем упражнении отрабатываем утвердительное предложение «present simple». Всем пока! Всем пока! Всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok